Детские лагеря, активный отдых с семьёй, спортивные секции, творческие кружки – лишь малая часть доступных летних развлечений. В августе интерес к ним спадает, ребята не знают, чем заняться. Сотрудники детской библиотеки имени Пушкина предложили маленьким гостям идеи, как весело и с пользой провести последние летние дни. Ребята составили план интересного летнего отдыха длиной в 92 дня, много лет и мало, то есть решили они. То, как интересно можно провести лето, ребятам показали на примере Жени Ручкина и Валеры Булышева. Герои художественного фильма «Вини Рызака. Пропало лето» отправились в путешествие к своим тётям. Поездка превратилась в настоящее приключение. Мальчики участвовали в спортивных соревнованиях, учились паять металл и кататься на велосипеде. Ребята решают, какое для них лето будет интересным, скучным. То есть, это зависит от них, что нужно рыбачить, заниматься спортом, весело проводить время, общаться с друзьями. Гости библиотеки не только смотрели фильмы и отвечали на вопросы о лете, но и рассказывали друг другу о том, как провели первые два месяца каникул. 11-летняя Вика – частый гость Пушкинки. В этот раз школьница поделилась со зрителями своей историей отдыха в детском лагере. «Я рассказывала про то, что в лагере очень весело, здорово, и чтобы ребята не боялись туда ездить. Мне очень понравилось, что в конце мероприятия нам дали листовки, в которых написаны списки книг и разные идеи для мероприятий на лето». Каждый мог забрать с собой список книг о летних приключениях и варианты того, что ещё можно успеть сделать до сентября. Август можно сделать ярким аккордом вашего лета. Главное – придумать, чем занять себя и своего ребёнка. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.